Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. Из-за вооруженного противостояния украинских силовиков и ополченцев в Славянске страдают мирные жители. Боевые снаряды угодили в жилые дома. Люди получили ранения. Битва разгорелась за телевышку на горе Карачун. Украинские спецназовцы уверяют, оттеснили ополченцев на 5 километров. Дарья Захарова продолжит. В Славянске под артобстрел попал частный сектор. Один из снарядов повредил жилой дом около 18-й школы. Осколками задело газопровод и выбило стекла. Хозяин этого дома в больнице в тяжелом состоянии. Мужчина получил два осколочных ранения в живот. На правой боку как пятак вот такой был, а тут тоже только осколочные. Выявлено повреждение внутренних органов, в частности тонкого кишечника. Операция прошла уже успешно. В настоящее время больной находится в реанимации. Супруга раненого и его дети спаслись лишь потому, что ночевали у родственников. В 5-10 утра начался обстрел. Сначала как бы вдалеке, потом был взрыв, стекла задрожали, все. Ну, как бы не сразу люди повыходили минут через 10. В этом же районе снарядом разрушен еще один дом. В нем живет инвалид первой группы. Восстановить жилье ему помогают соседи. Вот тут клубок какой-то жарует, а потом лук. Украинские силовики отрапортовали. Спецназ освободил территорию вокруг телевышки на горе Карачун. Последние два дня ополченцы обстреливали высоту. Ночью сотрудники госохраны высадились на вертолетах и выбили противника из занимаемых позиций в радиусе 5 километров. В ходе операции один спецназовец получил ранение в ногу. О потерях со стороны ополченцев неизвестно. Те, кто воюет с местными, воюет так, поднимают автомат, сверху стреляют. А те, кто воюет, найманцы, мы их в ближайке в бинокле, бачим, это бородати. Дуже непритаманны для украинского населения зону люди. Телевышка на горе Карачун остается обесточенной из-за короткого замыкания. А резервное питание передатчика повредили еще во время боев 2 мая. Из-за обострения ситуации славянских школьников сегодня распустили после четвертого урока. На занятия пришла лишь половина учеников. Вот если бы не этот утренний инцидент, то детей собиралось больше явиться в школу. Уже звонили, мы же всегда на связи с родителями, говорили, да, сегодня будем, но вот снова-таки 46%. Будут ли завтра работать школы Славянска, решают в областном департаменте образования. Дарья Захарова, телеканал «Донбасс». Ожесточенные бои шли минувшей ночью у села Старо-Варваровка под Краматорском. Перестрелка завязалась между подразделениями вооруженных сил и группой ополченцев, засевших в лесу. По сообщению Минобороны, среди украинских военных раненых и погибших нет. Силовики захватили в плен троих боевиков. У одного из них изъяли ручной противотанковый гранатомет. Минобороны заявляют, в противостоянии никто из мирных жителей не пострадал. Однако, временный сайт Донецкой облгосадминистрации сообщает об одном погибшем. Руководство ДНР выдвинуло ультиматум украинским военным. Заместитель главнокомандующего ДНР Сергей Сдрелюк, которого СБУ считает российским диверсантом, на совместной пресс-конференции с енакиевским городским головой Валерием Алиником приказал всем силовикам вместе с техникой до 9 часов вечера отойти от городов области. В противном случае ополченец обещает уничтожить и сжечь все блокпосты украинской армии. Мэр Янакиева, в свою очередь, выразил надежду, что кровь не прольется. Если в течение нескольких часов от Донецка не будет отогнана военная техника, бронированная, личный состав и так далее, я за свои действия не отвечаю. И мне уже не важно, будут там срочники, молодые пацаны по 19 лет, или пожилые профессионалы. Переговоров никаких не будет. Если техника от Донецка не будет отогнана на 20-30 километров, не будут сняты блокпосты, все будет сожжено и уничтожено. Разведгруппы диверсионные у меня уже есть. Тяжелое вооружение есть. Я хочу еще раз сказать. Давайте мы не допустим для того, чтобы хотя бы один, ни солдат, ни мирный житель, все-таки не боится. Давайте мы будем работать вместе на этом. Я всех призываю. Я за. Прислушайтесь к голосу своей совести. Остановить антитеррористическую операцию и расформировать национальную гвардию требовали фракции партии регионов и коммунисты сегодня на сессии Верховной Рады. Нардепы призвали оппонентов снова сесть за стол переговоров. Регионалы признают, что на востоке страны сегодня есть и мародерство, и бандитизм. Однако существуют и те, кто взялся за оружие, чтобы защитить свои права. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов в очередной раз заявил, АТО прекратят только после того, как будет сдано оружие. Сегодня у нас на востоке Украины убивают людей, убивают по команде Турчинова, который здесь сидит. И когда мы попросили остановить антитеррористическую операцию, вы сделали вид, что ничего не происходит. Фракция партии регионов считает, что в такой ситуации работать сейчас в зале, это верх лицемерия, и мы покидаем зал. Антитеррористическая операция может быть остановлена, когда будет сложена оружие, когда будут освободены заручники. Мы за то, чтобы развязывать вопросы мирным шляхом. И с теми, кто готов к співпрации, к разговору, к диалогу, мы ведем этот диалог. Мы работаем и над изменениями Конституции, и над расширением силового соревнования, и над другими важными вопросами. В тот же час, те, кто ведет войну против Украины, будут отримувати адекватную ответственность. Вооруженные люди похитили работника управления социальной защиты Краматорского гурсовета Максима Матюшенко. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Неизвестные ворвались в его квартиру, устроили там погромы, забрали всю ценную технику. Дети Матюшенко успели спрятаться. А самого работника управления соцзащиты захватчики увезли в неизвестном направлении. В интернете появилось видео из Луганской, на котором группа вооруженных людей берет заложники водителя автомобиля Мазда. Согласно комментарию автора ролика, нападение произошло вчера в квартале Ольховский 4Д. Автоматчики положили мужчину на землю, обыскали его машину, а затем открыли огонь в воздух. Позже вооруженные люди посадили заложника в свой автомобиль и уехали. Угнали и Маздук. Отметим, что нападение происходило на глазах прохожих, среди которых были и дети. О пропаже еще двоих жителей Луганской области сообщают правоохранительные органы. Так, в Волчевский городдел обратилась женщина, которая рассказала о том, как ее супруга похитили неизвестные в камуфляжной форме у здания местной школы. Мужчина насильно посадили в авто и увезли в неизвестном направлении. Также сообщается о похищении 34-летнего мужчины в Перевальском. В Кировском и Угледаре активисты ДНР срывают работу участковых избирательных комиссий, которые занимаются подготовкой к президентским выборам. А в Краматорске повторно похитили председателя окружкома. Из помещения также вынесли оргтехнику и печать. В Луганской области также заблокирована работа минимум двух окружных избиркомов. Так, по данным областного управления милиции, группа вооруженных людей в масках и камуфляжной форме заняла помещение избирательной комиссии в Антраците. Они потребовали от членов избиркома покинуть помещение и заявили, что президентские выборы в городе проводиться не будут. Вооруженные люди наведались сегодня и в окружную комиссию Красного Луча. Члены окружкома закрылись изнутри и продолжили работу. Давайте так, без комментариев. Да, приходили вооруженные и так далее, и тому подобное. Казаки приходили. Запрещают проводить выборы все. Позже в Красном Луче вооруженные люди захватили госпредприятие «Донбасс Антрацит». Группа установила пост на входе в админздание, а также вывесила на нем российский триколор. В работу объединения ополчанцы не вмешивались, только потребовали, чтобы гендиректор ушел на больничный. Сейчас госпредприятие, в которое входит 7 шахт, работает в обычном режиме. В Минэнергоугле уверяют, держат ситуацию на контроле. В центре Донецка активисты ДНР перекрывают дорогу. Прохожие сняли, как часть проспекта Мира между улицами Щерса и Розы-Люксембург преграждают каменными блоками. Блокпост устанавливают возле здания областного СБУ и МЧС. В Луганске дефицит бензина. Топливо не доходит до заправок, так как бензовозы похищают на въезде в город. Начались перебои и с некоторыми продуктами. Поставщики отказываются ехать через многочисленные блокпосты. Подробнее Александр Махов. Из-за неспокойной ситуации в Луганске дефицит бензина. Половина АЗС пустуют. На одной из областных дорог вооруженные бандиты украли 20 бензовозов, которые везли топливо в город. Сегодня приостановлено новое поступление. То есть ход бензовозов в Луганскую Донецкую область приостановлен. Мы мониторим ситуацию, которая сейчас происходит в стране. Как только это будет возможно, мы возобновим поставки топлива. Перестали завозить и некоторые продукты питания из других областей. Перевозчики просто отказываются ехать через многочисленные блокпосты. Тот, кто опасается, мы тех понимаем. Отменяем некоторые рейсы. Нестабильная экономическая ситуация и разгул бандитизма заставили бизнесменов сворачивать бизнес. По словам главы Союза предпринимателей Луганска Сергея Давыдова, его коллеги находятся в ожидании разрешения кризиса. Многие сокращают людей. Некоторые переводят на полставки, на одну четверть ставки, потому что коллектив сохранить же непросто. Почти все активисты движения «Единая Украина» покинули Луганск из соображений безопасности. За последний месяц трое участников организации побывали в качестве заложников в здании СБУ. Теперь это здание луганчане нарекли избушкой. Сюда свозят плененных журналистов, общественных активистов и бизнесменов. С одними проводят разъяснительную работу, у других вымогают деньги. Тем, кому удалось покинуть избушку, от комментариев отказываются, опасаясь и за свою жизнь, и за жизнь тех заложников, которые там еще остаются. Те, кто остался в городе, ведут партизанскую войну в социальных сетях. Очень страшно выходить на улицу. Многие вообще не выходят на улицу. Многие уехали. Кто в Днепропетровск, кто в Харьков, кто в Киев. Накануне депутаты областного совета собрались на закрытую сессию без журналистов. Ополченцы требуют от них признать независимость Луганской республики или самораспуститься. Ни того, ни другого у народных избранников не получилось. Не хватило голосов. Александр Махов, Виктор Белогорцев. Специально для телеканала «Донбасс». Экономика и Донецкая область текается по наклонной. За последние 4 месяца валовый продукт сокращен на 30%. Увеличилась безработица. Пострадал и внешноторговый оборот. Такую неутешительную статистику привел донецкий аналитик Юрий Макагон. В эфире программы «Вопрос власти». По его мнению, экономику региона будет лихорадить до тех пор, пока не будет остановлено вооруженное противостояние. Никакой вид транспорта нормально не работает. Ни железная дорога, ни автомобильный транспорт, ни морской транспорт. Через нашу территорию Донецкой области, вдоль побережья Азовского моря, проходит так называемое Черноморское кольцо. Оно на нашем участке границы с Россией практически остановлено. Самое главное, для того, чтобы экономика могла заработать, нужно остановить процесс, который сегодня находится в противостоянии и в военном противостоянии. Немедленно отводить войска, немедленно выводить, прежде всего, вооруженные силы, передавать все на местные органы милиции контроль за состоянием общественного порядка. Но, конечно, нужно разоружать все незаконные военные образования. Вместо областных и райадминистраций создадут исполнительные комитеты, состав которых будет формироваться в областях. В регионы передадут и значительные финансовые полномочия. Вице-премьер-министр Владимир Гройсман на сегодняшнем селекторном совещании разъяснил руководителям регионов, как будет происходить децентрализация власти. Исполняющий обязанности главы Донецкого облсовета Игорь Коваль подчеркнул, с этими решениями затягивать нельзя, как и с признанием русского языка вторым государственным. Ранее на коллегии депутаты облсовета потребовали прекратить антитеррористическую операцию в регионе. В Луганском национальном университете иностранные студенты досрочно сдают сессию. Об этом руководство вуза попросили посольства сразу нескольких государств. Дипломаты опасаются за жизнь своих соотечественников, поэтому и обратились с просьбой дать иностранцам возможность поскорее выехать из Украины. Третий курсник из Узбекистана Сартурбек Сайфуддинов уже через неделю вернется домой. Его родители, увидев тревожные новости о ситуации в Луганской области, обратились в посольство с просьбой помочь сыну беспрепятственно выехать из страны. Нам тоже сказали, что до 20 мая надо нам уехать отсюда. И не звонили с этого тоже с посольства нашего Узбекистана. Мне это вообще не страшно, просто дома мама и папа, понимаете, родители, они там смотрят вот эти все СМИ. Нигерец Юджин Угумба, несмотря на рекомендации посольства, покидать город не спешит. Для него важнее карьера. Он готовится к поступлению в аспирантуру. Ну пугают, но что делить? Надо делать, что надо. Они всегда звонят, спрашивают, как мы, что тут происходит. А мы, ну что, короче, рассказывают, что все пока нормально, пока ничего, страшно. Всем без исключения студентам иностранцам разрешили сдать сессию досрочно. Согласно решению ректората, экзамены они должны сдать уже до конца этой недели. Эта неделя мы специально ее сделали таким образом, чтобы собрать, так сказать, сконсолидировать все государственные экзамены вот на этой неделе, чтобы иностранные студенты могли их сдать и быть свободными. А украинские студенты пока готовятся к экзаменам. Для них сессия начнется на следующей неделе. Впрочем, им ректор тоже предложил альтернативу. Для тех, кто вынужден будет уехать из города, предлагают сдавать сессию осенью. Александр Певтьев, Александр Махов, Олег Притыкин. Специально для телеканала Донбасс. Дебальцево будет охранять все великое войско Донское. Помочь поддержать порядок в городе, казаков попросили местные депутаты. За это решение они проголосовали на вчерашней сессии Горсовета. Новую вольницу на границе с Луганщиной искал Павел Степаненко. Над зданием Горсовета Дебальцево развиваются два флага. Триколор ДНР и знамя войска Донского. Накануне решением депутатов сессии, казаков пригласили охранять порядок в городе совместно с милицией. На момент визита нашей съемочной группы комментировать ситуацию было некому. Ни мэра, ни главы депутатского корпуса на месте нет. Об усилении охраны казаками интересуемся у секретаря приемной. Что вы можете сказать, я там не могу. Нет, я не понимаю. А скажите, на самом деле у вас охрана усилена? Высильно. Единственный участник вчерашней сессии, который пошел на контакт депутата, был Совета Светлана Дремлюк. Она пояснила, казаков в городе еще нет. Но не появятся, если будет необходимость. Вчера это решение было вынесено и поддержано обращение городского головы и депутатского корпуса о том, что в городе будут усилены меры безопасности и оказана помощь работникам правоохранительных органов в обеспечении правопорядка. Такой организации, которая будет оказывать эту помощь, выставили представители войска Донского, которые вчера и принимали участие. Вернее, они вчера появились, их увидели, они рассказали, какие они могут оказать какую помощь. Привлечение казаков к патрулированию жители Дебальцева восприняли неоднозначно. В городе все время, я говорю, тихо и спокойно. И хотелось бы, чтобы такая обстановка была и дальше. А вот дополнительное внимание на город, оно абсолютно ни к чему. Ну, я думаю, что это неплохо охранять. Если они действительно будут помогать городским властям, охранять порядок в Дебальце, правоохранительным органам, ну, я считаю, что это вполне допустимо. Дебальцевская милиция уверяет, с охраной порядка в городе справится и сама. В крайнем случае, привлечет народные дружины и местные общественные организации. Милиция самостоятельно может в состоянии удержать порядок в этом городе. Об этом заявлялось неократно и на сессиях, и начальникам милиции, и на встречах с гражданами города. А граждане города, в принципе, доверяют нашей милиции, нашему городу, во всяком случае. Сколько казаков приедет в город? Что конкретно они будут охранять? Какие будут иметь полномочия и будут ли вооружены? Это вопросы на стадии обсуждения. Согласно решению депутатов Дебальцева, координировать их работу будет профильная комиссия горсовета. Павел Степаненко, Сергей Чакрыгин. Специально для телеканала «Донбасс». В Брюсселе прошел европейский бизнес-форум. На открытии президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу подчеркнул, чтобы разрешить кризис на континенте, необходимы новые рецепты. С какими предложениями приехала украинская делегация, слышала Ольга Соломяна. Во главе украинской делегации, экс-вице-премьер-министр в рамках бизнес-форума Александр Вилкул провел индивидуальные встречи с Еврокомиссаром по региональному развитию Йоханна Самханом и президентом Ассамблеи европейских регионов Ханде Базатле. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация в Украине. К сожалению, Украина является самой централизованной страной в Европе. Это осталось еще со времен Советского Союза. И децентрализация с точки зрения экономических вопросов, то, что говорил господин Еврокомиссар, и культурных вопросов, то же самое по организационным вопросам, является одним из наиболее лучших сегодня решений для Украины в рамках единой унитарной страны. В прошлом году при поддержке международных организаций в областях реализовывались около 300 проектов по модернизации ЖКХ, развитию местного самоуправления и энергосбережению. Благодаря этому, в частности, предприятиями теплокоммунэнерго удалось сократить потребление газа почти на 10%. На сегодня подготовлены и другие международные проекты на сумму более 20 миллиардов гривен. Но их реализация под угрозой из-за политической ситуации и отсутствия реальных возможностей для развития регионов. Одна из первых реформ, которая должна произойти сегодня для того, чтобы стабилизировать ситуацию на Украине, это реформа, касающаяся децентрализации власти. Очень важно. Это в нашем межрегиональном сотрудничестве, это поиск и имплементация лучших европейских практик в украинских регионах, имеется в виду и вопросы и культуры, и экономики, и образования, то есть весь спектр вопросов. Для организации прямых контактов украинских областей с регионами ЕС и Еврокомиссии на форуме обсуждалось открытие Украинского центра региональных стратегий с представительствами в Киеве и Брюсселе. Это позволит реализовывать совместные проекты и привлекать финансирование, в том числе в рамках программы «Восточного партнерства». Ольга Соломяна, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс». Группа «Океан Эльзы» не приедет в Донецк в мае. Концерты, организованные в рамках тура «Океан Эльзы 20 лет вместе», перенесли на 25 и 26 июня из-за сложной ситуации в регионе. Все приобретенные на 23 и 24 мая билеты действительны. Место проведения остается неизменным. Арена «Дружба». Однако при желании билеты можно сдать в кассы. На этом прощаюсь. Увидимся во время новостей Донбасса. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова